В современном мире важно признавать свою ошибку вовремя. По сообщениям издания Financial Times, Запад с играми в антироссийские санкции доигрался до очевидной ошибки. И минимум одна отрасль экономики нашей страны от агрессивных мер-ограничителей не испытала никакого негатива. Речь идет о сельском хозяйстве. В последние три года в России оно перешло к усиленному темпу развития. Спрос и предложения дополняют друг друга. После резкого сокращения импорта продовольственных товаров, переход на продукцию местных производителей потребители чаще приветствуют, чем критикуют. Во-первых, полезное и понятное. Во-вторых, со вкусом патриотичности. Примеров много. Один из них – отрасль свиноводства. Только за последние три года в России поголовье свиней в хозяйствах всех категорий увеличилось на 12,7%. В Ульяновской области именно в отрасли свиноводства отмечается динамика увеличения объемов производства. В 2016 году численность животных составила более 200 тысяч голов. Это наивысший для региона показатель за последние 20 лет. В произведенном более 30 тысяч тонн свинины. Такие результаты позволяют строить долгосрочные прогнозы, согласно которым к 2021 году данный показатель вырастет до 45 тысяч тонн. Не обходится и без ложки дегтя. В кризисных условиях, в эпоху импортозамещения, о сложностях говорят завуалировано, дабы не звучать диссонансом с госполитикой. При этом фермеры и руководители хозяйств прекрасно понимают, что цена на ту же свинину зависит от них не от покупательской способности населения, и не от цены барреля нефти. Повышение евро, хотя это не модно говорить, не выгодно, но мы на сегодняшний день очень... В основном корма напрямую зависит от евро. И если даже корма производится здесь, то компоненты все равно привезены, если не из Европы, то из Китая, а все равно все они привязаны к евро и доллару. В таких макроэкономических условиях ставка на интенсивное внутреннее развитие демонстрирует эффективное наполнение рынка. В чем видят свое будущее животноводческие хозяйства? В совершенствовании технологического процесса и грамотном подходе к рациону животных, квалификации персонала и развитии сети сбыта. Формула проста – есть деньги, вкладывая в развитие. Развитие даст плюс рентабельности, отсюда и до успеха недалеко. Если бы, так и нерешенные вопросы по ликвидации бедности в принципе. Наш конкурент – все-таки, наверное, малая обеспеченность граждан. Это главный наш враг. Потому что считается, что со свинокомплексами у нас все в шоколаде. На самом деле это не так. Мы недопроизводим свинины. Но в то же время у нас и не бывает, что дефицит свинин. Просто люди меньше покупают мяса. Из-за его, ну, по их мнению, дороговизны. Хотя дороговизны, как таковой, нет. Цена на свинину в течение четырех лет не выросла. Себестоимость на свинину выросла ровно в два раза. Поэтому на сегодняшний день просто так работать не получится. Другой аспект современного состояния животноводческой отрасли. Занятость в аграрном комплексе сосредоточена на крупных фермах и комплексах. Не хватает специалистов и рабочих рук. На успешных предприятиях квалифицированные сотрудники буквально на вес золота. Поскольку в ближайших деревень нет работы, а здесь зарплата достаточно хорошая, то есть бойцы получают от 25 тысяч, поэтому держатся очень хорошо за работу. И даже если у нас какие-то там авралы, то есть большие заявки, то есть мы до 10-11 без нареканий остаемся и делаем заявку, чтобы обеспечить отгрузку на следующий день. То есть держатся за работу и рады, что такие зарплаты получают в сельской местности. Сегодня на свинокомплексе «Волжский» трудится 100 человек. Не только из Крестового городища, но и соседних населенных пунктов. Чердаклов, Мирного, Октябрьского, Первомайского и Пятисотенного. Хочу заметить, что это не только производство свинины. То есть у нас есть цех растеневодства. 4100 гектар у нас в нашем севообороте. У нас есть убойный цех, у нас есть транспортный цех, на котором мы разводим мясо до клиентов и оптовым покупателям. Производим мы мясо и субпродукты. То есть в тушах, полутушах, четвертинах. И субпродукты все, какие возможно выделить у свиньи. Те от ливера, сердца, печень до колтыка, трахеи и желудков. То есть мы весь ассортимент субпродуктов тоже вырабатываем. Упаковываем, продаем. Масштабы ежедневной реализации не гигантские, но и немалые. Свинокомплекс реализует по 400 голов весом до 110 килограмм. Всего же здесь содержится более 11 тысяч свиней. Производство потоковое, но и в системе автоматических поилок, кормушек не обойтись без живых эмоций. Справляться со всем этим хозяйством способны энтузиасты своего дела, трудолюбивые и позитивные. Работаю я с 2010 года. Сначала я работала в осеменении, там с мамой, с Чмаковой Ниной Геннадьиной. Потом перевели меня в откорм. Нужен был бригадир, так как я уже давно здесь работаю. Сейчас новое оборудование, корма линии у нас работают автоматически. Корма у нас всегда постоянные, идут по времени. Каждые полчаса засыпают в корм. Не знаю, нравится животные свиньи. Интересно вообще наблюдать, как растут поросята. То есть, вплоть от осеменения до от корма. То есть, это очень интересно, как они растут, как они развиваются. Сложности в работе в том, что я на этой должности первой, ну, как бы недавно работаю. Для меня это новая должность, новое знание, новый опыт. То есть, в этом вот познании очень сложно работать. Бытует мнение, что молодежь сегодня пренебрежительно отвергает физический труд. Миф, конечно, в большей части. Да, на селе не много таких глобальных производств, но они есть. Не останавливаться в своем развитии, учиться, совершенствоваться – залог общего успеха. Ни одна отрасль не может развиваться вопреки современным принципам построения экономики, без внедрения компьютеризации и техники, без квалифицированных сотрудников. И только с молодежью, все это хорошо понимают, получится дать толчок к интенсивному развитию. Я что думаю? Надо, знаете, в первую очередь, прекратить говорить, что новое поколение, молодое поколение не такие хорошие, как были мы. Вся жизнь меняется. Мы, например, тоже эту проблему предполагаем. Она может у нас быть, ее нет сегодня. Но над ней нужно работать, чтобы ее не было. Что мы на свинокомплексе сделали для того, чтобы привлечь сюда молодежь? Во-первых, у нас хорошая стабильная зарплата. Во-вторых, эта зарплата, она понятна, и ее, не получив еще, уже начисляет сам себе работник. Он знает, из чего складывается его зарплата. Факт. Производительность труда, бич 21 века, либо подстегивает к эффективности, либо откидывает глубоко в стагнацию. Россия по этому показателю позорно отстает от мировых держав. И, потеряв по сравнению с прошлым годом еще две позиции, занимает 34-ю строчку в рейтинге из 36 крупнейших мировых экономик, опережая только Коста-Рику и Мексику. Курс страны на повышение производительности труда должен, кроме деклараций, иметь и конкретные механизмы достижения показателей. В отдельно взятом регионе и отдельно взятом хозяйстве используют и собственные находки. Активность, работоспособность сотрудника зависит не только от заработной платы и соцпакета, которые предоставляет работодатель. Сегодня эти два пункта обязательно без корректировок. Чашу весов перевешивают адаптированные программы поддержки молодых специалистов. На селе это заметнее. Тут и выплата подъемных средств и содействия в приобретении жилья, и транспортное обслуживание с питанием, если расходы берет на себя родное предприятие. Другой вопрос. Сколько таких, кто берет эту ответственность на себя? Наш пример. Свинокомплекс «Волжский» – завидный объект в социальной защите своих сотрудников. Формула эта работает, доказана на деле. Атмосфера большого производства, грамотного планирования и осмысленного пребывания в цеха комплекса приводит не случайных людей. Специалисты растут вместе с предприятием. Так складывается преемственность династии, традиции. Я даже не догадывалась, не предполагала, что я буду в сельском хозяйстве работать. То есть думала, что клиника, там еще какие-то, может даже быть вообще не по специальности работа. Но так получилось, что пошла сюда. Величение объемов производства в животноводческой отрасли сегодня связывают с эффективными мегафермами и комплексами. Существующие предприятия расширяются с участием инвестиционных проектов. Создать дополнительные производства получается при стечении нескольких безусловных факторов. Госпрограмма, региональная поддержка, потенциальный инвестор, предприятие, сырье, сбыт. Постепенно эта гигантская цепочка приобретает все большую подвижность, эффективность, должную реакцию. За последние 10 лет в свиноводство России инвестировано более 350 миллиардов рублей, что позволило нашей стране выйти почти на полное самообеспечение свининой. Дело осталось за малым. Внутренний рынок, кроме товара, обеспечить еще и постоянным платежеспособным спросом. Увязать эффективные результаты российского производства, а это мы видели на конкретном примере, с повышением жизненного уровня россиян. Работы предстоит много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова